Занимайте ваши места. Откройте ваши Библии, Евангелие от Иоанна, 8 глава. Евангелие от Иоанна, 8 глава. С первого текста. Иисус же пошел на гору Илеонскую. А утром опять пришел храм, и весь народ шел к нему, а он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую при любодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель – это женщина, взята в при любодеянии». А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый, брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. «Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался Иисус один, и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди, и впредь не греши». Личность Христа очень неординарная. Если бы в наше время появился подобный человек, у нас тоже было бы очень разное отношение к этой личности. Поэтому он вызывал очень много споров, очень много распри в народе и очень много неспокойствия. И мы это можем читать на протяжении всей седьмой главы. А если человек приносит неспокойствие, нужно от него избавиться. Седьмой текст седьмой главы сказано так, что они хотели его убить. В девятнадцатом тексте мы найдем эти слова. В двадцать пятом тексте мы найдем эти слова. А в тридцатом тексте хотели схватить его. Тридцать второй текст. «Услышав фарисеи толки и толки о нем в народе, послали фарисеи и проросвященники служителей схватить его». В сорок четвертом тексте седьмой главы мы найдем, что не пришло еще время. Никто не наложил на него рук. И вот в ихнем собрании произошла распря. Произошло недопонимание. Никодим встал и говорит, что наш закон должен сначала выслужить человека, а потом его осудить, если он виновен. Мы не можем поступить по-другому. И так как распря усиливалось, они вынуждены были, время было вечернее разойтись по домам. Эта глава заканчивается следующими словами. «И разошлись все по домам». Они взяли ровно одну ночь на передышку. Они взяли ровно одну ночь на передышку и с утра снова в бой. И вот момент они используют для того, чтобы уловить Христа, загнать его в тупик и чтобы обвинить. И у Христа, казалось бы, не было выбора. Женщину, которую привели, она была взята в прелюбодеянии. По закону Моисееву нужно было побить ее камнями. Удивительно то, что привели одну женщину, не привели того человека, с которым она совершала этот грех. Закон предусматривал побить обоих их камнями. И если Христос скажет, что она невиновна, значит, он выступит против закона Моисеева. И это было достаточным основанием, чтобы предать его смерти. Но Христос выбирает совсем другую позицию. Он не обращает абсолютно на них никакого внимания, чем приводит их в замешательство. Они привыкли, что с ними считаются. А Христос, наклонившись низко, писал на земле. Никто не знает, о чем писал Христос. Но есть предположение, что вот именно там, перстом своим на песке, Христос писал перечень их грехов. И они, смотря на то, что писал Христос, и будучи обличаемы своей совестью, начали уходить. Они ждали реакции Христа. По закону должна была эта женщина быть предана смерти. Но по благодати Иисус Христос говорит и в 11 тексте, «Иди, я не осуждаю тебя, и впредь не греши». Это благодать. Как бы мы поступили в этой ситуации? В 5 главе Евангелия Теяна 42 текстом Иисус Христос скажет фарисеям, «Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». А это значит, что нарушена самая главная первая заповедь закона, которая говорила, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». А Христос говорит, «Я знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Если не имеет человек в себе любви к Богу, то он не может и вторую заповедь исполнить. Он не может любить ближнего своего, как самого себя, потому что к Богу сначала в его сердце нет любви. И как следствие мы не можем любить тогда ближних. Писание говорит нам в книге пророка Иеремии, что сердце человека, оно лукаво, и оно крайне испорчено. Сердце человека, оно лукаво, более всего лукаво, и крайне испорчено. Заметьте, друзья, здесь просто женщина. Она не друг Христу, она и не враг. Она не его мать и не его родственница. Это уникальный образ, общий образ человека, который представлен в лице этой женщины. И у Христа, кроме побить камнями, есть другое решение вопроса. У Христа, кроме побить камнями, есть другое решение вопроса. И это решение заключается в том, что у Христа есть способность, способность простить, способность не осудить, способность помиловать, способность отпустить и благословить. И повеление Христа, иди и впредь не греши, оно означает, друзья, буквально следующее, любовь дала тебе право на жизнь. Оцени это и сделай правильные выводы для себя. Любовь дает право на жизнь тогда, когда у тебя этого права нет. Любовь только дает право на жизнь. Почему? Потому что в любви есть некое понимание сострадания. В любви есть некоторое понимание сочувствия. В любви есть некоторое понимание снисхождения или прощения. Поэтому в любви отсутствует жестокость. В любви отсутствует желание мести. В любви отсутствует желание мыслить зло ближнему твоему. Потому что только любовь может дать право на жизнь. И это чувствование Христа. И те же чувствования Христа, они должны быть и у Его учеников сегодня. Откройте 4 книгу царств. Откройте 4 книгу царств, 6 главу. Это история, друзья, когда однажды царь сирийский решает пойти войной на Израиля. Восьмой текст, 6 главы, говорит следующее. Царь сирийский пошел войною на израильтя. Но что-то необыкновенное начинает происходить здесь. Необыкновенное начинает происходить в том, что все попытки Его сделать любую засаду, они пресекались. Кто-то доносил Ему. Этому израильскому царю, где опасность. И израильский царь с успехом миновал. Все засады царя сирийского. 11 текст этой главы мы читаем. И встревожило сердце царя сирийского по всему случаю. Потому что успеха нет. Потому что война, которую он пошел выиграть, не приносит ему успеха. Надо решать вопрос. Какова же причина была? На пути стоял человек Божий. На пути стояла личность. И этой личностью был Елисей, пророк Божий. Надо было этот вопрос решать. Результат, посмотрите, друзья. История говорит о том, что Бог открыл глаза слуге Елисея для того, чтобы он увидел картину, панораму духовного мира. Что тех, кто с ними, больше, нежели тех, кто пришли за ними. Они окружили город. И окружили ночью этот город. И понимаете, друзья, когда среди ночи открываются у слуги глаза, и он видит войско небесное. Горит гора. Горит город от присутствия Божия. В девятнадцатом тексте мы читаем, послушайте. И сказал им Елисей, это не та дорога и не тот город. Идите за мной. И я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете. И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, Господи, открой глаза им. Чтобы они видели. И открыл Господь глаза их. И увидели, что они в середине Самарии. Как бы мы поступили? Как бы в этом случае поступил я и ты? Я думаю, что мы бы встали на место царя Израильского. И двадцать первый текст. И сказал царь Израильский Елисей, увидев их. А не избить ли их, Отец мой? Вот нормальная реакция сердца человека. Когда враг попадает ему в его руки. Вот возможность отомстить. Вот возможность порешать. Вот возможность поставить точки над И. Что делает Бог? Как должен поступить человек Божий в этом случае? В этом случае человек Божий, друзья, 22 текст начинается следующими. И он сказал, не убивай. Почему? Потому что любовь дает право на жизнь. Любовь дает право на жизнь. А что это? Это следующее, друзья. Евангелие от Матфея. Пятая глава. Евангелие от Матфея, пятая глава, Нагорна проповедь Иисуса Христа, 43 текста. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершенный Отец ваш небесный. Послание Римлянам, 12 глава. Послание Римлянам, 12 глава, 20 текст. Посмотрите, говорит апостол Павел. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Что делает Елисей в этом случае? Что делает в этом случае Елисей? Посмотрите, что делает Божий человек. И приготовил им большой обед. И они ели, и пили, и отпустил их. Вот он, когда не вкладывается в разум. Когда попадает тебе в руки личность, или общество, или компания людей. И предоставляется случай для того, чтобы положить конец. Человек Божий, движимый любовью к врагам своим, поступает подобным образом. Он накормил их, он напоил их. Почему? Потому что любовь дает право на жизнь. В любви есть некое понимание сострадания и милости даже к врагам. Откройте первую книгу царств. Первую книгу царств, 26 главу. История очень известная для нас. С 7 по 12 текст. У нас есть картина. Посмотрите. И пришел Давид с Овесу и к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его авинирже, и народ лежат вокруг него. Овеса сказал Давиду, предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле, одним ударом не повторю. Но Давид сказал Овесе, не убивай его. Но, братья и сестры, Давид человек Божий. Предоставляется возможность решить с Саулом. Но человек Божий поступает совсем иначе, нежели предлагает ему сделать Овеса. Овеса руководствуется чисто человеческим взглядом. Но человек Божий действует с позиции неба. Действовать с позиции неба – это тогда, когда враг твой заслуживает смерти, а ты ему даешь право на жизнь. Девятый текст. Давид говорит здесь, не убивай. Почему, братья и сестры? Потому что, когда мы читали с вами послание римлянам в 12 главу, мы читали с вами 20 текст, я хочу прочитать 19 текст. Писание говорит, не мстите за себя, возлюбленные, но отдайте место гневу Божию. Давид понимал это. Давид знал это. Давид жил этим. Иначе бы он убил Саула. Если бы Давид не отошел в сторону, если бы он не дал место гневу Божьему, гнев бы его и овес вылился на Саула. Это не просто царь был. Это уже не был просто даже помазанник Божий. Это был родственник. Близкий родственник. Это был его тесть. Но у человека Божия присутствует отсутствие мести. И любовь, она дает право на жизнь, тогда, когда ты этого не заслужишь. Отсутствие мести – это признак человека Божия. Вы помните, о чем молился Иисус Христос, когда мы читаем Евангелие Луки, 23 глава. Евангелие Луки, 23 глава – одно из речений Христа на кресте. И Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо они знают, что делают. Если бы люди знали, что делают, возможно, они бы не делали того, что делали. И делают, и будут делать. Но они не знают, что они делают. И причиняя боль и страдания, и лишая жизни других людей, они не заслуживают права на жизнь. Но позиция неба, позиция любви, любовь дает право на жизнь. Я хочу еще одну историю затронуть сегодня. Это Третья книга Царств. Третья глава. Третья книга Царств, Третья глава. Всем известна история. Соломон воцаряется на царство. Получает мудрость от Бога, управлять народом, судить народ. В придачу, как бонус, получает и славу, и богатство, и дни жизни. И вот первое испытание. Две женщины. Мы читаем это в отрывке с 16 по 27 текст этой главы. Две женщины, они не просто женщины. Это женщины-блудницы, которые вели распутный образ жизни. В нашем понимании эти люди легкого поведения как бы тоже не имеют особого права на жизнь. Но они живут под небом, потому что Бог им дает право на жизнь. Вот случилось то, что случилось. В 16 тексте мы видим образ жизни этих людей. Сказано, что это были блудницы. В 27 тексте мы видим статус этих женщин. И этот статус заключается в следующем. Соломон говорит, она мать его. Оказывается, что такая женщина тоже может быть матерью. И она не лишена чувством материнства. А вот в 24 тексте этой главы сказал царь, подайте мне меч. И принесли меч к царю. Что-то особенное произошло внутри настоящей матери. И мы в 26 тексте читаем, и отвечала та женщина, которой сын был живой, царю. Ибо, очень интересная и важная вставка. Ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему. Человек, который любит, он готов пойти даже на решение такого вопроса. Таким путем. Отдайте этого ребенка, живого этой женщине. Почему? Потому что любовь дает право на жизнь. Не любовь рассуждает подобным образом. Секите она пополам. Не мне и не ей. Но любовь настоящая. Она дает право на жизнь. Я думаю сегодня о тех матерях, которые не дали право на жизнь своим детям. К сожалению, они есть и в христианстве. К сожалению, их есть и в церквях очень много. Матерей, которые не дали право на жизнь. Которые не имели чувства сочувствия и сострадания. Не дали право на жизнь. Оказывается, что и блудница мать не лишена была чувства сострадания и жалости к своему сыну. Но как сколько сегодня матерей, которые отдают свою жизнь. Которые жертвуют собой, чтобы дать жизнь своему будущему ребенку. Что сделал Христос? Мы прочитали с вами одно из изречений Христа. Прости им. А это значит, отец, дай им право на жизнь. Тогда, когда они этой жизни не заслуживают. Моим убийцам. Моим врагам. Те, кто распинают меня. Дай им право на жизнь. Через мою смерть. Это делает Христос. И его поведение очень необычное. Страдая на кресте, он не угрожал. Принимая всю порцию злословия на себя. Христос поступает подобным образом. Он не злословит взаимно. Почему? Потому что любовь дает право на жизнь. Друзья, без всякого права на жизнь. По любви только мы получили право на жизнь, которая в Сыне Божьем, в Иисусе Христе. Мой вопрос только, имеешь ли ты сегодня эту жизнь в себе? Даешь ли ты сегодня право на жизнь в твоем представлении, кто не имеет на это право? Как часто мы хотим сами порешать? Павел читал сегодня о послании эфесянам, что по природе мы были чадо гнева. Другими словами, дети гнева. Те, которые были определены на гнев. Но Бог, богатый милостью, Он действует с позиции любви и дал нам право на жизнь, которая в Сыне Его, Иисусе Христе. Как часто мы хотим решить сами. И ученики, слушая разговор Христа о пшенице и плевеле, они говорят, вот помните, да? Слуги говорят этому, хозяин, разреши, да мы пойдем сейчас и порешаем. Мы повидергиваем эти плевелы, это же не порядок, что говорит хозяин. Право на жизнь. Отдайте право на жизнь до жатвы расти и тому, и другому. Есть Божий праведный суд. Есть Бог праведный судья, который сам решит. Это не наше право. Это право Бога. Его приоритет. Однажды ученики скажут Иисусу Христу, разреши нам, мы огонь с неба сведем на этих людей. Они не имеют права на жизнь. Что отвечает Христос? А вы не знаете, какого вы духа. Христос дает право на жизнь тем, кто не принял Его. Он дает им право на жизнь. Это позиция любви. Петр задаст Христу вопрос, Господи, а не ударить ли нам мечом? Что ответит Ему Иисус? Вложи меч Твой в нужды Твои. Он имеет право от меня на жизнь. Друзья, любовь дает право на жизнь. Мы прочитали с вами, о чем просил Овеса Давида. Позволь. Позволь. Одним ударом я его пригожду к земле и не повторю больше удара. Он был прав. И это было бы истина. И можно было бы положить конец ему. Но любовь дает право на жизнь. Не убивай. А что это значит? А когда вы прочитаете дальше следующий стих, то следующий стих там будет говорить, что пусть Бог это сделает. Я не знаю, Давид говорит, как. Но пусть это сделает Бог, а не я. Любовь дает право на жизнь. Друзья, право решать у Бога. Мое право – это помнить, что однажды тебе было дано право на жизнь. Мы сейчас будем молиться. Я хочу закончить Евангелие Матфея 18 глава. Евангелие от Матфея 18 глава, следующий текст. Всем известная история. С 32 текста. Тогда государь его призывает и говорит, злой раб, весь долг тот. Я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешению его. Друзья, мы никогда не должны забыть, что однажды Бог подарил нам право на жизнь. И это право на жизнь сегодня мы давать должны всем, кто окружает нас. Да благословит нас в этом Господе. Помолимся. Аминь. Субтитры подогнал Игорь Негода. Отец Небесный, благодарим Тебя сердечно за то, что в Сыне Твоем Иисусе Христе Ты подарил нам право на жизнь с Тобой. И эта жизнь, она в Сыне Твоем. Этой жизнью Он является. И Ты желаешь сегодня стать нашей жизнью. Ты желаешь, чтобы сегодня мы имели правильное отношение к окружающим людям и помнили, какой долг Ты нам простил. И что в нашем сердце мы имели любовь к окружающим, имея любовь к Тебе. Благослови нас всегда, имея эти уроки из Писания. Понимать, как должен поступать человек Божий. Как поступал Ты, когда был на этой земле. И что только любовь способна на это. Потому что любовь может понимать. Она может снисходить и сострадать. Она никогда не будет мыслить зла другому. Она не будет желания иметь отомстить. Потому что понимает, что есть Ты, Высший Судья. Благослови нас вспоминая Твои страдания. Цену, которая заплачена была за наше право на жизнь. Дорожить этим. И помни то, что однажды Ты сказал этой женщине, иди и впредь не греши. Это благодать Твоя. Ты дал нам это право. Ты отпустил нас. И вот в этой свободе Твоей Ты желаешь, чтобы мы ходили и стояли. Будучи свободны от греха. Свободны от суда. Свободны от вины и наказания. Получив право на жизнь, это любовь. Спасибо Тебе за это. Аминь. Аминь.